С начала пандемии коронавируса маски стали основным средством защиты. Но никто не мог предположить, что этот тренд спровоцирует появление нового слова в индустрии красоты. Маскне – это гибрид слов акне и маска. Прыщи и воспаление из-за частого ношения защитных масок стали главной бьюти-проблемой. Наша героиня Евгения постеснялась даже показывать свое лицо на камеру. Начались проблемы с кожей, вот эти все высыпания, раздражения, прыщи. Представляете, мне 30 лет, я вроде уже взрослая девушка, а выгляжу как прыщавый подросток. Как показывает практика, ношение маски зимой, особенно в морозы, еще больше вредит коже лица. По тканью скапливается конденсат из-за резкого перепада температур. Поры расширяются, в них попадают все косметические средства, микрочастицы грязи в воздухе. Итог – в лучшем случае обветривание, но чаще раздражение. Не, ну конечно, конденсат есть, наблюдается. Ну а так, для защиты, как говорится, себя и окружающих, я думаю, это полезно. Считаю, что мы создаем, наоборот, так скажем, среду для того, чтобы вирусы размножались. Нет, нет, у меня все в порядке, я ухожу из-за кожи. Дерматологи и косметологи призывают правильно подбирать саму защиту для ежедневного использования. Так, делая выбор в пользу многоразовой маски, нужно учитывать ряд особенностей. Может быть, аллергические какие-то реакции, может эффект трения, то есть здесь не к всем может подойти. Пропускная способность, опять же, влажность повышается. Ну и уход. В одноразовой мы уже знаем, как-то немножечко к ней относимся, что мы ее выбросили. Здесь постирали, прогладили, не всегда бывает качественной. Поэтому стоит выбирать хлопковую дышащую основу. И не забывать тщательно простировать при 60 градусах с жидким моющим средством. Оно лучше очищает и выполаскивается из маски без остатка. Медицинские маски обычно означают качество, но, если их правильно использовать, менять каждые два часа. А еще стоит скорректировать уход за кожей. Мы убираем плотные крема, защитные, потому что вот именно из-за парникового эффекта у нас возникает пленочка для развития бактерий, которая вообще благоприятная среда. И здесь нужно будет отдать предпочтение более увлажняющим кремам, более легким. Если же у вас уже серьезные проблемы с кожей, не усугубляйте ситуацию и сходите на прием к косметологу. Впрочем, минимальные усилия можно сделать и с учетом косметологических советов, проверенных в пандемию. А еще специалисты советуют пересмотреть вашу декоративную косметику. Желательно отказаться от жирных тональных средств. Компактную пудру лучше заменить на легкую минеральную. Она лучше всего подходит для чувствительной кожи. И самая интересная – гигиеническая помада. Она создает невидимую пленку на губах, которая притягивает множество бактерий. Анастасия Бертенева, Андрей Печоркин. День с толком.